Минздрав России отложил введение новых правил прохождения медосмотра для получения водительского удостоверения. Информация об этом уже поступила в регионы. Напомню, приказ о новых правилах должен был вступить в силу с 22 ноября. Согласно документу, помимо стандартного обследования у нарколога, водителям нужно сдавать анализы на наличие психоактивных веществ в организме и пристрастие к алкоголю. Такое нововведение увеличивает стоимость медосмотра. По словам руководителя окружного профильного департамента Сергея Сверидова, в связи с расширением перечни необходимых процедур, стоимость медосвидетельствования по расценкам Нинской окружной больницы для категории «Б» увеличится с 1680 до 5390 рублей, для категории «С» с 4190 до 7900 рублей. Из-за ожидающихся изменений, начиная с 20 ноября, водители в регионах выстроились в длинные очереди в наркодиспансеры. С учетом обеспокоенности граждан, министром здравоохранения России Вероникой Скворцовой было принято решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей. Впрочем, как пишет российская газета, в Минздраве не отказались от самой идеи освидетельствования, так как это поможет, по мнению чиновников, отсеять неадекватных людей, которые просто опасны на дороге. Новый порядок будет введен через 7 месяцев с 1 июля 2020 года. Окружной бюджет возьмет на себя оплату части работ по капремонту домов. Соответствующее решение принято администрацией региона на очередном заседании. Согласно рассмотренному проекту постановления, изменения будут внесены в дополнительной перечне услуг и работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, выполнение которых на данный момент финансируется за счет средств собственников. В проектном постановлении предлагается сперечная работа по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, в плане которых финансируется за счет средств собственников, исключить следующие виды работы. Ремонт и утепление чердачных перекрытий, ремонт, замена и утепление цоконных перекрытий, переустройство и ремонт грибных ям. Данный вид работы предлагается в дальнейшем включить в перечне услуг или работу по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которые могут финансироваться за счет регионального бюджета. По информации окружной администрации, на территории округа взносы за капитальный ремонт на счет регионального оператора НКО Фонд содействия реформированию ЖКХ вносят жильцы 346 многоквартирных домов. Жители еще 9 многоквартирных домов перечисляют деньги на специальные счета, открытые на каждый дом. В 2019 году в регионе завершаются капитальные ремонты 9 многоквартирных домов. На выполнение работ выделено почти 72 миллиона рублей. Порядка 100 пациентов из Ненинского округа получили квалифицированную консультацию у врачей из Московской клиники МЕДСИ. Это стало возможным в рамках соглашения о сотрудничестве между региональной администрацией и Московской медицинской организацией, которое было заключено 1 ноября этого года по инициативе губернатора округа Александра Цибульского. Гинеколог, уролог, хирург и травматолог-ортопед, узкопрофильные специалисты из Московской клиники МЕДСИ. Специально к приезду этих врачей окружные медики подготовили список пациентов, которые по показаниям нуждаются в оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи по данным профилям, и уже находятся в федеральной системе в листе ожидания своей квоты всего порядка 100 человек. Для того, чтобы проконсультировать пациентов врачами, как терапевтами участковыми, так и специалистами, то есть хирургам, гинекологам и травматологам, был проведен определенный отбор пациентов для, так скажем, более углубленной консультации специалистами. Было отобрано в среднем по 30 человек каждому специалисту, то есть порядка где-то 120 человек, 4 врача-специалиста посмотрят на свой решение пациентов. Медицинский центр МЕДСИ, с которым было заключено соглашение, отличается высокомодернизированным оборудованием. Это единственный центр России, где используется роботическая система «Довинчи». У нас очень хорошая клиника, современная, хороший стационар, с очень хорошими условиями, оснащенная операционная. Есть уникальные технологии, которых нет в других клиниках нашей страны. Мы выполняем, например, эндоскопические операции на щитовидной железе без разреза на передней поверхности шеи. Мы удаляем камни желчного пузыря вместе с желчным пузырем через два прокола, в отличие от других клиник, которые удаляют через четыре прокола. Делаем лепроскопические операции при грыжах вентральных, при грыжах в щедных отверстиях диафрагмы, при опухолях желудочно-кишечного тракта. Каждому из пациентов особый подход. Если в ходе консультации выясняется, что в перспективе все же необходимо оперативное лечение, пациента направят в Москву. Высокотехнологичная медицинская помощь оказывается жителям НАУ за счет средств федерального бюджета в рамках обязательного медицинского страхования. Мы означаем, какое обследование необходимо. Если есть все показания к операции, то забираем к себе в Москву оперативное лечение. А расскажите, как у вас там происходит? У вас в клинике где-то они должны останавливаться, они сразу госпитализируются? Нет, почему? Они сразу госпитализируются. Мы ставим график операции, они приезжают непосредственно к нам в стационар. И все. Необходимость снимать жилье какую-то или гостиницу, такой нет. Среди тех, кто приходил, действительно большой процент тех, кому нужно оперативное лечение. С ними обсуждены объемы операции, объяснены нюансы этих операций. И, ну, как бы, запланировано лечение. Ну, уже с организационной точки зрения будем решать с Викторией Владимировной и Филипповой, которая заведующая женской консультацией. Думаю, что все получится. Однако одно из предложений от самих жителей – рассмотреть возможность проведения таких операций на местах. Когда могли бы приехать врачи, так же по договору прооперировать людей и уехать. Это было бы намного проще и удобнее всем. Добавлю, за счет средства окружного бюджета компенсируются затраты жителей на поездку к месту лечения обратно. Такая социальная помощь оказывается также для тех, кто направляется на получение специализированной медпомощи и для прохождения обследования за пределами региона. В следующем году сумма сертификата на окружной материнский семейный капитал будет проиндексирована и составит 379 911 рублей. Напомню, на данный момент размер регионального маткапитала составляет чуть более 366 тысяч рублей. Получить сертификат, как и прежде, смогут семьи, ставшие многодетными после 1 января 2009 года. Женщины, родившие или усыновившие третьего или последующих детей, начиная с 1 января 2009 года по 31 октября 2019 года, могут получить сертификат на окружной материнский капитал один раз на одного из детей. Семьи, в которых третьи и последующие дети появились после 1 ноября 2019 года, могут получить материнский капитал на каждого из детей. Соответствующие поправки в закон о дополнительных мерах государственной поддержки семей имеющих детей были инициированы главой региона Александром Цибульским и приняты собранием депутатов 24 октября текущего года. Как пояснили в профильном окружном ведомстве, сертификат на региональный материнский капитал могут получить жители НАУ, проживающие здесь не менее трех лет до рождения или усыновления ребенка. Срок обращения с заявлением о выдаче сертификата не ограничен. Распоряжаться средствами окружного материнского капитала можно одновременно по двум направлениям из 11. Так, одно из самых популярных среди многодетных семей округа направление – приобретение транспортного средства. Этой возможностью воспользовались 606 многодетных семей округа. Второе по популярности направление – улучшение жилищных условий. На эти цели направлены средства 425 сертификатов. На третьем месте – единовременная выплата. Из средств окружного материнского капитала ее получили 615 семей. Многодетным семьям одобрили 3000 заявок на погожение ипотеки. Как сообщает Дом.РФ, им спешат долги на 450 тысяч рублей. На господдержку могут рассчитывать семьи при рождении с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года третьего ребенка или последующих детей. Средства, полученные по программе, могут быть направлены на погашение остатка суммы действующего ипотечного кредита или начисленных процентов. Для получения поддержки заемщику нужно обращаться в свой банк. Рассмотренные заявки кредитор передает в дом.РФ. После проверки документов на соответствие условиям программы 450 тысяч рублей перечисляется кредитору, который направляет их на погашение остатка основного долга по ипотечному кредиту заемщика или начисленных процентов. Как отметил управляющий директор Дом.РФ Алексей Ниденс, востребованность программы государственной поддержки многодетных семей уже в первый месяц реализации превысила прогнозы по числу обращений. Сейчас вместе с кредиторами Дом.РФ проводят работу по рассмотрению обращений в максимально короткие сроки, чтобы получение господдержки было для соемщиков еще более комфортным и оперативным. С января по октябрь текущего года компенсационные выплаты за вен аварийного жилья получили 17 жителей Наринмара. Это собственники жилых помещений в аварийных домах, включенных во второй этап региональной программы переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания или с высоким уровнем износа. Средства на перечисление компенсационных выплат горожанам выделены из окружного бюджета. С начала 2019 года в городскую казну поступили две субвенции на общую сумму чуть более 59 миллионов рублей. Из них освоено 57 миллионов 13 тысяч. К остатку средств будет добавлена необходимая сумма, чтобы выкупить аварийное жилье еще одного Наринмарца. Как сообщает пресс-служба мэрии Наринмара, в настоящее время на учете по получению компенсационной выплаты стоят 78 человек. Размер выплаты рассчитывается исходя из площади освобождаемого жилья и стоимости одного квадратного метра. Согласно постановлению администрации, стоимость одного квадрата утверждена в размере 60 166 рублей. Воспользоваться выкупным механизмом можно вне зависимости от планируемого срока расселения многоквартирного дома. При этом выплату можно направить на приобретение жилья или использовать по своему усмотрению, если в собственности имеется жилое помещение, соответствующее требованиям закона номер 3 ОЗ. Консультацию по вопросу получения выплаты можно получить в отделе по управлению муниципальным жилищным фондом по адресу улица Смедовича, дом 11, кабинет номер 1 и 2. Дни приема вторник, четверг с 14 до 17 часов, телефон 427-53. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова